Всем привет, друзья! С вами снова Аквамен. Сегодня будем делать отшкрябыватель. Магический, волшебный, до боли простой, время затратный отшкребок. Скребок, он же так еще называется. Итак, к сожалению, к моему превеликому сожалению, начало видео куда-то кануло в лето. Возможно, его кошак сажал, поэтому буду объяснять по ходу дела. Смотрите, суть заключается в том, что у нас есть два магнита. В моем случае это два мощных неодимовых магнита, которые и будут обеспечивать прижим. Прижим двух частей с абразивом, которые будут закреплены по обе стороны стекла. Сейчас я взял вот такой вот набалдашник для полипропиленовой трубы и делаю царапины, чтобы впоследствии, когда мы туда будем заливать эпоксидку, либо же эпоксидный клей, ничего у нас там не выпало и не выскользнуло. Дальше. Это у нас будет та часть, которая будет держаться в руках. Теперь по поводу части, которую нужно будет орудовать в аквариум, непосредственно в воду, в недра вашего прозрачного водоема. Здесь я взял кусок тоже полипропиленовой какой-то, муфты переходной что ли. Справа он у меня лежит. Сейчас я опять-таки взял магнит неодимовый и его в кусок пластика в ПВХ вспененный вставляю. Во-первых, для чего? Для того, чтобы у меня эта конструкция плавала. Да, здесь тоже очень важно, потому что если вдруг она у вас упала, а аквариум у вас высотой 2 метра, то вы никак туда не пролезете. Соответственно, и по максимуму плоской я хотел сделать эту внутреннюю часть. Почему? Потому что чем больше высота, толщина вот этой вот ответной части, тем больше возмущений и колебаний воды вы создаете, когда будете дрыгать туда-сюда вот этим вот скребком. Поэтому я постарался сделать по максимуму ее тонкой и вообще бы здесь бы ее все-таки сделать под грибок. Но вручную я ровно не смогу так сделать, поэтому пришлось довольствоваться просто вот такой вот пластинкой цилиндрической. Кругляшок какой-то, да? Сейчас я подготавливаю все для того, чтобы заливать эпоксидкой либо эпоксидным клеем. Для этого я прикладываю вот эту полипропиленовую заготовку на лист поликарбоната и промазываю силиконовым герметиком. В последствии силиконовый герметик без проблем отдерется от вот этой полипропиленовой заготовки. И в то же время нам нужно сейчас хотя бы какой-то барьер создать для того, чтобы у нас эпоксидная смола, она не вылетела, не вылезла, не вытекла. Потому что эпоксидная смола это такая интересная, хитрая вещь, субстанция, которая даже в мельчайшую щель начинает выливаться вся без остатка. Ну а отодрать ее уже застывшую от каких-то предметов, тем более деревянных, от столешницы, ну это нереально. Поэтому лучше сразу подстраховаться, лучше промазать силиконом все это очень тщательно. И сейчас тоже будем ставить вторую ответную часть, то есть которая будет в руках у нас держаться. И здесь ничего нам не нужно будет промазывать. Единственное, я возьму вот этот вот мазок сюда, сделаю, поставлю и приклею к дну, чтобы у меня не колебалась вот эта вот часть. Смотрите еще какой момент. Во-первых, ну или не во-первых, а уже в скольких-то там, я хотел делать часть, которая в руке держится, чтобы во-первых ее удобно, опять я сказал во-первых, чтобы ее удобно было держать пальцами, да. И во-вторых, она по диаметру меньше, чем чистящая в аквариуме часть. Для чего? Для того, чтобы можно было оценивать, насколько тщательно происходит процесс очистки. Ух ты, капелька сейчас образовалась, капнула, которую нужно моментальнейшим образом убирать с этой поверхности стола, иначе потом ничего хорошего из этого не выйдет. Итак, здесь я сначала начал орудовать эпоксидным клеем, который выглядит как сопля, чья-то густая такая забористая соплюха. И это мне совершенно не понравилось. Почему? Потому что, во-первых, он мутный, во-вторых, он желтый, в-третьих, он густой. В-четвертых, он как-то странно вообще застывает, то есть при смешивании в тех пропорциях, которые указаны были на упаковке, на следующий день все равно одна часть какая-то липла к пальцам. Поэтому вообще весь процесс изготовления вот этого скребка, он простой, он простецкий. Но из-за того, что нужно орудовать смолой, а лишний раз только лишь из-за того, чтобы слой смолы налить, я этим заморачиваться не хотел. Поэтому я ждал нескольких каких-то заготовок, нескольких каких-то инструментов, технологий, и уже несколько проектов параллельно заливал. Потому что, опять-таки, вот это вот все, это довольно-таки проблемно. Но эпоксидная смола или эпоксидный клей, это один из самых лучших способов защитить неодимовый магнит, который, во-первых, подвержен коррозии, только так ржавеет. А во-вторых, он хрупкий. Да, в эпоксидной смоле или в эпоксидном клею он будет не такой хрупкий, он будет защищен от воздействия влаги. Поэтому эти манипуляции нужно сделать. Конечно, я бы рекомендовал взять магнит побольше. На самом-то деле, и почему? Потому что тогда у вас сила прижима будет больше. Несмотря на все это, вот сейчас вот этот вот магнит, который я взял и использую, А один, тот, что в аквариумной части будет, он у меня по толщине 5 миллиметров всего. Тот, что в ручной части будет, он побольше немножко. Даже вот этих магнитов хватает, чтобы 6-ти миллиметровое стекло нормально чистить. Но все-таки я советую брать магнит побольше, чтобы, если что, можно было на нем повиснуть. Если вдруг у вас потоп случился или что-то разлилось плохое, Вы просто прилипли к стенке аквариума и висите, ждете, пока там все это выветрится. Поэтому, вообще-то, на самом деле, магниты используются обычные самые в заводских скребках. Поэтому скребок заводской, он огромный. Он, если вскрыть его, весь там 200 раз перержавевший. И он какой-то несуразный и создает цунами в аквариуме при попытке очистить нормально стенку. Я же постарался эти все моменты учесть. И, на мой взгляд, получилась довольно добротная вещь. Да, есть еще что усовершенствовать. К примеру, можно сюда добавить насадку с лезвием, которая будет шкрябать самые неотшкрябываемые места. Сейчас мы видим, что у нас смола уже стала прозрачной. Все потому, что я начал юзать эпоксидную смолу от Artline. И с ней работать лучше, удобнее. И довольно-таки прекрасно вообще она располагается, разливается по поверхности моих заготовок. Все видно, она не такая густая. Воняет не так, застывает на следующий день. В общем-то, эпоксидная смола и эпоксидный клей, разница вообще колоссальная именно по работе с ней. Дальше нам необходимо будет приделать какие-то шкрябающие материалы. Та часть, которая будет в руке зажиматься, я не нашел ничего лучше, как взять кусок какого-то войлока. Наверное, может быть, это и не войлок. В общем-то, искусственный какой-то валеный материал. И это не самый лучший вариант, потому что если вы убираете со стенки аквариума вот этот скребок, то есть у вас две части соприкасаются, на ту часть, которая аквариумная, будет вот эта вся волосня с войлока налипать. То есть она будет развахриться вся и вся станет не очень-то презентабельная на вид. Возьмите какую-нибудь плотную ткань, на крайний случай какую-нибудь толстую джинсу, либо же флис можно взять. Сейчас я занимаюсь тем, что наношу тонким слоем эпоксидную смолу и буду приклеивать все вот это вот добро. Тот, что справа, шкрябыватель, это кусок липучки. Да, это, в общем-то, можно раздобыть в магазинах ткани каких-то. Можно здесь какой-то другой, в принципе, материал поискать. Но этот материал, он довольно-таки хорошо себя зарекомендовал. И в заводских липучках он тоже используется, в заводских скребках, прошу прощения. Но прежде чем я все это наносил, я обе заготовки на наждачке отшкрябал. То есть вот эта аквариумная часть, она у меня, во-первых, должна быть тонкая, во-вторых, ровная. А в-третьих, расстояние вот между магнитом и поверхностью заливаемое, то есть оно должно быть минимальное. Почему? Потому что, естественно, чем дальше расстояние между магнитами, тем слабее они будут притягиваться. Поэтому их нужно бы хорошенечко отшкрябать от наждачи, чтобы у вас сила прижима, она все-таки была нормальной. И еще такой момент, это не нарушайте покрытие эпоксидной смолы. То есть не нужно прям до магнита наждачкой стачивать. Нет, иначе все ваши старания будут на смарку. Еще такой интересный момент, что плоскости должны быть ровные. По крайней мере те, которые будут прилегать к поверхностям стекла. Почему? Потому что равномерно должна вся поверхность будет работать. Кстати сказать, вот этот вот типа войлока искусственного, он будет оттирать следы слюней на внешней стенке аквариума. И в итоге получаем вот такие вот две интересные части. Я их, естественно, покрасил. Естественно, я отшкрябал их не самым лучшим образом. Почему-то и все эти косяки, они всплыли именно на моменте покраски. Я так подозреваю, что краска, которую я использую, это не самый лучший вариант. Но чтобы показать, что это все декоративно может выглядеть, я ее использую. На самом деле, этот скребок, он у меня будет в ходу. Я его именно для этого и делаю, чтобы пользоваться. Потому что стандартный заводской он меня совершенно не устраивает. Но опять-таки, я подозреваю, что краска вот именно на ручной части, она немножко будет отколупываться. И чтобы вот это колупание предотвратить, я бы советовал мелкой наждачкой обшкурить. Чтобы были какие-то занозы, зазубрины, что ли, канавки какие-то, шероховатость. И уже на такую поверхность красить. В таком случае будет контакт краски и вот этой вот полипропиленовой поверхности обстоять гораздо более лучшим образом. Итак, сам краш-тест в аквариуме. Ничего необычного. Все компактно, все красиво, все солидно. И все очистит. К сожалению, я не нашел фрагмент, где у меня аквариум вот прям такой заросший. Потому что, ну, периодически я прохожу мимо и чищу, чтобы было все красиво. Поэтому показываю, что да, все реально держится. 6 миллиметров стекло. Отлично все чистит. И, естественно, что компактно и довольно-таки декоративно выглядит. На этом все. С вами был Аквамен. Мы увидимся очень скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья.